Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Мария Староверова. Сегодня мы с вами нарисуем праздничный салют ко Дню Победы. Сначала нам нужно выполнить карандашный рисунок, наметить эскиз нашего будущего салюта. Мы делим лист на три части и проводим прямую линию, линию горизонта, где у нас будет располагаться наш город. Дальше мы определим сколько у нас будет залпов и какие материалы потребуются для создания нашего салюта Победы. В первую очередь это бумага. У меня она черная, но вы можете использовать и белую акварельную бумагу. Тогда вам потребуется сделать на ней выкраску черной или синей краской, можно даже фиолетовой. Также нам потребуются краски. У меня это гуашь, я выбрала яркие цвета. Вы можете еще взять акрил. Дальше нам потребуется палитра и конечно же кисти, кому какими будет удобно. У меня еще есть стакан с водой. Сначала нам нужно выполнить карандашный рисунок. Для этого мы делим лист бумаги на три части примерно. Проводим прямую линию, это линия горизонта, на которой будет располагаться наш город. Вверху у нас будет залпа салюта, а здесь у нас будет вода. Дальше мы определимся с размерами и количеством наших салютов. Я беру в центре большой круг, рисую. Вы можете для простоты обвести какой-либо предмет. И поменьше располагаю кружочки вокруг. Еще один залп я хочу сделать в виде зонтика. Вот такой у нас получился рисунок. У каждого он получится свой. Не ограничивайте свою фантазию. Вы можете сделать круги любого размера. Для яркости картинки нам нужно сначала на всех салютах нарисовать лучи белого цвета. Тут нет ничего сложного. У каждого получатся лучи свои, своей высоты, длины, ширины, тонкости. Главное, не разводите сильно белую краску водой. Тогда нам будет получаться картинка наша намного ярче. Это наша основа. Сейчас еще зонтик нам нужно отметить. Мы делаем по форме белым цветом. Вот наша основа готова. Конечно, мы будем добавлять еще белый цвет. С ним наша картинка будет намного ярче. Какой еще цвет, помимо белого, у нас самый-самый главный в салюте? Я думаю, все догадались. Это желтый. Поэтому мы его добавим во все залпы, чтобы у нас получилась красота. Пока мы делаем просто фон. Поэтому не прорисовываем очень сильно лучи. Это мы сделаем чуть позже. И наш самый-самый главный залп. Предлагаю сейчас же сделать с точечками его для красоты. У меня получается такой салют. Вы можете делать совершенно другой. Своими цветами. Со своей формой. Ведь салюты очень разнообразны. Точки ставим примерно по кругу. Но можно и более хаотично. Над основным залпом мы еще поработаем побольше. А сейчас пока... Теперь пора пришла нам проработать наши салюты. Мы возьмем тонкую кисть. Возьмем опять белую краску. Будем делать тонкие лучи. Первый артиллерийский салют состоялся в Москве 5 августа 1943 года, когда освободили города Орел и Белгород. И об этом объявили по радио. Стреляли 124 орудия с интервалом в 30 секунд. Холостыми вели огонь 100 зенитных и 24 горные пушки. Вот такие лучи у нас получаются. Можно выходить даже за круг наш. Чем больше вы их сделаете, тем будет лучше. На этом мы сейчас потратим немного нашего времени. Так мы прорабатываем сейчас каждый наш салют. Каждый залп. Получаются такие смешные ежики. У вас, я надеюсь, тоже все получается хорошо. Но напоминаю, у каждого получится свой салют. Каждый художник видит по-своему. Не получится наша картина, не может. Сейчас я прорабатываю белой краской. Теперь давайте возьмем красный цвет и проработаем центры салютов. Я беру сначала чуть розоватый, а потом возьму ярко-красный. Смотрите, мы можем сделать вот такие лучи. У нас сейчас будет очень красивый яркий салют. Но давайте не будем делать на каждом, а сделаем, допустим, на трех главных. Центральный. Прорабатываем. Можно даже мазки чуть толще сделать. Так, этот готов у нас. Дальше делаем вот этот поменьше, который у нас. И центр чуть-чуть в центре сделаем, пара штрихов. И я хотела бы еще проработать немножко красным наш залп-зонтик. Вот теперь я взяла более яркий цвет красный и добавлю чуть-чуть его совсем на самый наш центральный залп. И чуть-чуть, чуть-чуть на эти маленькие. Теперь мне все равно хочется добавить... А вы знаете, давайте сделаем еще маленький залпик внизу чисто красным цветом. Как звездочка такая, ежик, получится у нас. Как будто они в отдалении. И не один сделаем, а два. Они будут не такие яркие, потому что в них нет белого цвета. Сейчас они высохнут и побледнеют. Это будет у нас задний план. Так, теперь мы добавим зеленого. Это контрастный с красным цветом, поэтому он очень нам будет выигрышный тут смотреться в наших зоноток. Мы его употребим не только в наших главных, рядом с красными цветами, но и во второстепенных залпах, чтобы поддержать его. Желательно, конечно, не делать, чтобы они были очень одинаковые, поэтому постарайтесь штрихи разнообразить немножко. А я добавляю его во второстепенную. Смотрите, как получается здорово. Салюты как бы перекликаются между собой. Зеленый у нас есть. Теперь давайте добавим синего цвета. У нас тут присутствует очень много желтого, а синий прекрасно будет сочетаться с желтым цветом. Делаем лучи, которые вы уже, я думаю, натренировались делать. Отлично. Теперь я хочу взять немного голубого и тоже его добавить в наш салют. И так же, как и красным, хочу сделать глупым салют на заднем плане. Залпы в салют. Наша залпа почти готова. Сейчас еще добавим немножко голубого в наш зонтик. И теперь самое интересное, мы будем делать форму нашим салютам. Проработаем самое главное, наш основной залп. Будем ставить по его контуру круга такие точки. Нам надо будет их поставить достаточно много. Они могут быть разного размера, это не важно. Я взяла белый цвет, чтобы обозначить наш самый-самый главный и красивый залп. Смотрите, основной залп я сделала по кругу. Взяла белый цвет, желтый. Вы можете добавить любой цвет, какой захотите. Свой зонтик любимый я сделала желтым-голубым. Сейчас я добавляю немножко белого для яркости. Конечно, на черной бумаге самый яркий цвет будет белый. И теперь я должна проработать стальные салюты. Смотрите, здесь я сделаю более толстые точки в разных местах. У меня будет немножко другой формы. Отлично. Дальше мы проработаем фон. Сзади мы не будем оставлять черное небо. Мы сделаем штрихи волнистой линии. Как будто салюты вот так падают вниз немножко. Можно не бояться попасть на залпы, потому что это, наоборот, придаст работе более интересный вид. Но мы будем делать не только белые. Давайте сделаем еще голубые обязательно. Вот такие получаются у нас интересные эффекты. Так, значит, это у нас готово. Теперь мы можем поставить немножко точек. Вообще, по всему фону. Можете их сделать тоже любого цвета. Я делаю пока голубого, потом я добавлю еще желтый и белый цвет. Чтобы сделать нам город, нужно положить белый лист бумаги. Вот так. Чтобы не вылезти за границу. Возьмем плоскую кисть. И возьмем краску. Я возьму белую с фиолетовым. Смешаю немного. И сделаю такие домики. Так как они вдалеке, они у нас будут маленькие. И от центральных, больших домов, мы идем к периферии. Делаем все меньше и меньше. Они у нас вдалеке. Мы их не очень должны хорошо видеть. Здесь делаем, давайте, башню. Вот так у нас получили домики. Мы еще давайте сделаем им окошки. Так как у нас ночь. Окошки нам будет тоже очень просто сделать. Берем белую краску, смешиваем с желтой. И сделаем, чуть-чуть прислоняем, у нас получат такие линии. Если они у вас чуть-чуть размоются, как у меня, это ничего страшного. Так как этот дальний план находится далеко от нас в домике, можно точки поставить. Если они чуть-чуть размытые, так и будет видеть ваш глаз вдалеке. И поставим немножко точек над домиками. Как будто они вдаль уходят, а то выяснили. И мы не видим, мы уже дают столько окошек. Тут внизу они освещаются целлютными залпами. Видите, когда мы убираем лист бумаги, то у нас получается такая линия ровная. В принципе, практически без затеков. Даже если у вас немножко затечет, это ничего страшного. Потому что мы сейчас будем делать отражение. Смотрите, нам нужно взять для отражения то же самое. Белый цвет с фиолетом. Но мы немного разбавим водой. Надо так посильнее взять крючку. У нас получится такое отражение. Здесь побольше. Должно быть чуть прозрачнее, потому что это все-таки у нас вода. Дальше мы делаем ряд на воде. Сначала мы сделаем белую ее. Такой кисточкой плоской это удобно делать. Хаотичное движение у нас. По отражению мы заходим на него. От домиков наших. Конечно, отражение не может быть просто белым. Поэтому нам нужно взять цвета, которые мы брали в салютах, и их сделать под залпами, сделать отражение этих цветов. Возьмем красный. Немножко совсем добавим тут. Здесь повыше, потому что чем ниже салют к земле, тем он будет ближе отражаться с стороны воды. Здесь у нас немножко. И красненький вот он. Мы его тут в конце сделаем немножко бликов. Желтого у нас много. Вот. Отражение у нас сделано только белым. Поэтому сейчас добавим немного. Желтого цвета. Нашу водичку. Не обязательно делать ровные какие-то штрихи, потому что на воде не может быть такого. Вода нашиваем. И здесь немножко добавим. Так, давайте еще сделаем зеленого. Совсем чуть-чуть, потому что у нас его не так уж и много тут. Вот так. Вот сейчас, на данный момент, у нас такая картинка получилась. Теперь для нашей оживления, нашей картины, мы добавим сюда брызги. Мы берем кисть, немного воды, окунаем в краску, сначала в белую. Сделаем вот так вот. Так же можно сделать такой же эффект с помощью зубной щетки старой. Даже может быть получится лучше, чем с помощью кисти. Давайте желтого. Получаются мелкие брызги. В принципе, нам это тут подходит. Ну что, друзья, вот такой салют у нас вышел. Надеюсь, у всех получилось. С Днем Победы!